Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном брифинге, который посвящен оценке основных фундаментальных событий минувшего дня. Прошу прощения за то, что отсутствовал в последние дни прошлой недели, но сегодня, как и обещал, мы несколько наверстаем упущенное. Ситуация складывается, мягко говоря, друзья, именно так, как нам бы хотелось. Мы видим сейчас укрепление нефтяных котировок, мы видим рост черного золота. Но ближайшая цель, которая была обозначена ранее, это 70 долларов за баррель, она пока что выдерживается. И, судя по всему, на рынке нефти мы неплохо заработаем, как это было раньше, достигнув сопротивления 65, так и сейчас, уверен, мы доберемся до планки в 70 долларов за баррель. Про нефтяной рынок мы, безусловно, еще поговорим. У нас есть привычный сценарий, друзья, не будем от него отходить. Пробежимся по ключевым финансовым инструментам, поговорим о евро, о фунте, о канадце, об австралийце, о новозеландце. Ну и, конечно же, сделаем акцент на те события, которые у нас грядут в рамках текущей недели. Сегодня небольшое лирическое отступление, пройдет еще традиционный вебинар «Правильный понедельник». Мы еще раз разберем события минувшей недели и посмотрим на те инфоповоды, которые самые интересные, на мой субъективный взгляд, впереди. Прежде всего, на что мы будем ориентироваться, это на статистику по штатам, данные по ВВП, заказы на товар длительного пользования, классические заявки на пособие по безработице. Также можно охарактеризовать то, что текущая неделя – это неделя пресс-конференций, выступлений. Собственно, сегодня в 13.00 у нас Марк Карни. Я думаю, что сейчас на его риторику стоит обратить внимание, потому что на рынке нет по-прежнему новостей по Brexit. Точнее, мы очень хорошо разбираемся в текущем фундаменте относительно того, на каком этапе сейчас Англия касательно выхода из состава Европейского Союза. Но, отталкиваясь от динамики последних торговых сессий, можно сказать, что рынок начинает периодически реагировать еще и на изменение курса под влиянием перспективы изменения процентных ставок. Это у нас все банк Англии, который ориентируется на статистику и в соответствии с ней принимает решение, потенциальные, конечно же, будут ли соответствующие предпосылки для того, чтобы корректировать ключевые процентные ставки. Помимо выступления Мэй, завтра у нас еще и двухдневное выступление Джерома Павлова в Конгрессе. Он будет отчитываться о текущей монетарной политике, о том, чего удалось достичь, чего нет, о том, что происходит с экономикой. Но я уверен, друзья, что вы все, особенно те, кто регулярно следит за брифингами, знают, что Павлова с некоторых пор делает большой акцент, вынуждена, наверное, на глобальные экономические риски. И в этот раз, уверен, он будет делать то же самое. Вывод, который напрашивается здесь сам собой, оценка глобальных рисков и рост глобальной неопределенности, все это будет уводить нас в плоскость осуждения о том, что будет с политикой Федрезерва дальше. Но мы знаем, что с 2019 года ФРС уже склонен проводить более, скажем, мягкую политику. Я уверен, что это абсолютно правильное слово. Казалось бы, мягкая политика, она обычно должна быть соизмеримой с тем, что Федрезерва, либо регулятор начинает задействовать инструменты мягкого экономического стимулирования, либо снижать процентные ставки. Для ФРС это, безусловно, не так, но ФРС притормозил с темпами роста процентных ставок, и, на мой взгляд, это явное доказательство того, что политика будет становиться все более мягкой. Теперь, друзья, давайте чуть подробнее. Я думаю, что справедливости ради не будем нарушать сценарий и коснемся, прежде всего, нефтянки, которая на текущий момент бодается за уровень 67. 3 доллара, то есть 5% фактически остается до сопротивления 70. Казалось бы, с одной стороны, это мало, но с другой стороны, если подключим математику и еще добавим плечо, 5% легко можно конвертировать на солидный показатель прироста и увеличения ваших депозитов. Друзья, мы отталкиваемся от того фундамента, который сложился на текущий момент, и прежде всего, за что нужно цепляться торгой нефтью сейчас, это заряд очевидных позитивных моментов. И этими позитивными моментами являются прогресс в переговорах между США и Китаем. Еще две недели назад переговоры прошли в Пекине на довольно конструктивной ноте. Потом эти переговоры перекочевали вместе с переговорщиками в Вашингтон. В прошлой неделе отсутствие конкретики, друзья, но на мой взгляд, касательно переговоров США и Китая, отсутствие плохих новостей, это уже позитив. Поэтому можно сказать, что рынок будет жить надеждами, что все-таки до вот этой сакральной даты, 1 марта, Китай и США смогут договориться, преодолеть разногласия, выйти на торговое соглашение, которое ждут все оптимисты. И еще один позитивный момент, который обязательно стоит отметить, 1 марта со ссылкой на Трампа является гибкой датой. То есть раньше мы допускали, что если соглашения не будет, то 1 марта Трамп примет решение об увеличении импортных пошлин на китайские товары в 2,5 раза. Сейчас получается, что если до 1 марта все-таки договоренности не будет, это не значит, что с 1 марта мы снова будем иметь возможность говорить о возобновлении торговой войны. В общем, в этом плане, с точки зрения геополитики с участием двух ведущих стран, пока все спокойно. Второй момент, на который нужно сделать акцент, это сокращение объемов нефтедобычи ключевыми нефтеэкспортерами. И еще добавляем сюда санкции США против Венесуэлы и Ирана. И получаются действительно предпосылки того, что до конца первого полугодия 2019 года рынок реально можно будет сбалансировать. Ну, не знаю, как будет на самом деле, но пока что все складывается в пользу того, что равновесие в какой-то мере достичь удастся. Страны Ближневосточного картеля реально сокращают объемы добычи. Буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что Саудовская Аравия снизила добычу больше, чем на 400 тысяч в совокупности страны ОПЕК Кувейта. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия сократили добычу на 800 тысяч. Согласитесь, этого достаточно. На рынке есть сейчас новости о том, что Нигерия готова снизить добычу тоже, тем самым простимулировать рост цен. Также последняя новость от Сауди Аранко. По планам закрыть один из крупнейших нефтеперабатывающих заводов на сезонное техническое обслуживание. А, между прочим, на этот нефтеперабатывающий завод по мощности приходится выработка фактически 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Это много, конечно же. Соответственно, идем дальше по фундаменту. Позитивные ожидания по переговорам, сокращение объема нефтедобычи ключевыми экспортерами. И все это, друзья, пересиливает негатив, перевешивает негатив от США, который связан с увеличением запасов уже пятую неделю подряд и ростом нефтедобычи. На прошлой неделе Штаты вышли на рекордную планку в 12 миллионов, которую планировали достичь очень давно. И в итоге все в соответствии с прогнозами и планами. Этот уровень сейчас пал. Планы администрации энергетической информации со ссылкой на этот источник. Мы помним, что на основных шельфовых месторождениях добыча нефти в марте вырастет еще на 80 тысяч. А когда будут введены в эксплуатацию ряд нефтепроводов в Перменском бассейне, то, соответственно, друзья, я думаю, что нас порадуют еще более интенсивные темпы роста нефтедобычи. Я вот через вот эти комментарии начинаю готовить вас к тому, что мы очень скоро встанем в продажи по рынку черного золота. Я думаю, что 70 это будет последний уровень, которого мы достигнем. После этого развернемся и будем настраиваться уже на последующее снижение котировок нефти. Как я обещал, у нас не будут только идеи, связанные с покупками черного золота. У нас сейчас как раз планомерное приближение к тому самому сакральному рубежу, когда мы все-таки превратимся в пессимистов и сможем на этом также заработать. Ну а теперь давайте вкратце по основным инструментам, за подробностями. Друзья, я вас всех сегодня приглашаю на правильный понедельник. Сейчас, чтобы уже не тратить больше положенного времени по лимитам. Доллар иена 110.60. Возможно, за последние минуты немного ситуация изменилась. Ситуация неоднозначная в целом по фундаменту по доллару. С одной стороны, прогресс касательно переговоров. Это позитивный фактор для доллара. Статистика, друзья, неплохая. Индекс активности в сфере услуг, заказан товар длительного пользования и индекс активности в производственном секторе, заявки на пособие по безработице. Вроде бы как хороший фундамент, на нем можно было бы еще больше вырасти. Но вот на прошлой неделе все снова заговорили о том, что следующей жертвой США в плане импортных тарифов уже будет Европейский Союз. И Трамп действительно рассматривает возможность увеличения пошли на европейские автомобили. Это уже негативный момент, который снова становится причиной опасений за будущие темпы роста мировой экономики. Потому что еврозон – это тоже солидный игрок в мировой экономике. На этой неделе, я думаю, тон для доллара будет задан риторикой Джерома Паула. Но в начале брифинга я уже отметил, что вряд ли его позиция изменилась за последние дни. Потому что он, с одной стороны, боится сейчас идти против позиции Трампа. Он знает, чем чревато это лично. А для него не хочет портить отношения с Трампом. Поэтому будет сейчас на фоне протекционистской политики Трампа делать все возможное, чтобы у доллара было не так уж и много факторов для роста. Ну а с другой стороны, мы можем понять его как руководителя крупнейшего центрального банка мира, что с учетом явно изменившейся экономической конъюнтуры, конечно же, он должен тоже менять и курс монетарной политики. Раз мы говорим о таком большом количестве рисков сейчас, то, возможно, уместно действительно проведение более мягкой политики. В общем, друзья, по доллару и иене я, как всегда, рекомендую сохранять короткую позицию. Думаю, что на этой неделе Джером Паула нам поможет уйти снова ниже планки 110 и претендовать даже на более низкие сновые уровни. Фунт против доллара. Варимся мы в котле политических рисков Брекзита, в частности. На прошлой неделе встреча Мэй, собственно, с одним из представителей Европейского совета, с Юнкером, ничему не привела. Собственно, встретились, попили чайку, разошлись. Хотя на рынке есть сейчас предположение, что переговоры продолжатся и, конечно же, будут пытаться найти, скажем, компромисс по вопросу, который должен своего рода стать гарантией того, что бэкстоп это временное явление. Но сколько раз мы уже упирались в эти обсуждения, в этот вопрос, однако ВОЗ и ныне там, ситуация не меняется. И участники рынка, честно говоря, устав от отсутствия каких-либо изменений по Брекзиту, сейчас фокусируются уже на статистике, друзья. Кстати, я рекомендую этого не делать, потому что фундаментальный фон вне Брекзита сейчас не имеет особого влияния на фунт. В моменте, может быть, да, реакция на какой-то отчет может и прослеживаться. Но она не имеет ничего общего со средне-долгосрочными взглядами. Поэтому, чтобы нам не прочили отдельные эксперты, потому что раз вышли хорошие данные по рынку труда, значит, повысилась вероятность того, что Банк Англии начнет разгонять процентные ставки. Все это бред. Банк Англии не будет менять процентные ставки до тех пор, пока не прояснится ситуация вокруг Брекзита. Поэтому я предлагаю фон этот игнорировать, фильтровать и следить только за новостями по Брекзиту. Поскольку у нас по-прежнему очень значительной степени определенности. Нет позитивных новостей. Лишь ожидание того, что, возможно, через неделю, через две Тереза Мэй сможет убедить Палату общин проголосовать за ранее согласованное ею соглашение, простите за тартологию, с Европейским Союзом. В общем, я не верю в то, что это возможно. Я сторонник жесткого Брекзита, поэтому по фунту я рекомендую сохранять короткие позиции. Евро против доллара 1.1346. Друзья, мы снижаемся причин. Точнее, может быть, за последние минуты и преобладает позитивная динамика. Но я рекомендую держать короткие позиции, потому что евро это аутсайдер. Крайний перекупленный актив, евро, должен стоить дешевле, слабые данные по темпам экономического роста, падение инвестиций, удручающие показатели бизнеса оптимизма. Последний отчет по Германии производственному сектору 47,649,7. Друзья, это худший показатель за последние шесть лет. Ну, я надеюсь, что вы все реалисты и понимаете, что на фоне таких стат данных невозможно показать достойный темп экономического роста. Поэтому четвертый квартал, напоминаю, экономика Германии была закрыта на нулевой отметке. Дальше будет хуже. Возможно, стоит говорить о рецессии. Плюс ко всему у нас заявления наводные о том, что ставки не будут повышены в этом году. У нас заявление члена Совета управляющих ЕЦБ Кера, который подтвердил, что из-за низких инфляционных ожиданий будут задействованы операции благососточного рефинансирования. Это ТЛТРО. Я вас готовил к этому, друзья. Я думаю, что через месяц-два уж точно они снова вступят в игру. Это инструмент мягкой политики. И в этот момент участники рынка наконец-таки осознают, что Европейский Центральный Банк через подмену понятий, в принципе, ничего и не изменил в той политике, которую проводил ранее. Раз мы говорим о мягком экономическом режиме, мы говорим о слабой статистике, о таких удручающих перспективах по экономическому росту, мы говорим о слабом инструменте. Цели по евро-доллару, как всегда, на отметке 1.10-1.11. Австралийцы против доллара снижаемся. Мы в район 0.70. Я жду только там австралийца. Особенно после того, как на прошлой неделе вышли данные по индексу заработных плат, который просел с 0.6 до 0.5. И после того, как Китай заблокировал поставки угля из Австралии. Может быть, даже это самый важный на текущий момент негативный фундаментальный фактор. В моменте, если вам интересно отреагировали австралийцы на эту новость, можете открыть графики, посмотреть дневки и лично убедиться в том, что как только эта новость пришла на рынки, австралийцы потеряли сразу больше 100 пунктов. Это, друзья, только начало. Ждем его на отметке 0.70. Доллар канадец на прошлой неделе один из лучших результатов из валют, скажем, G10. Действительно, канадец продолжает отыгрывать рост цен на нефть. Канадец тогда рос еще и перед выступлением Стивена Полоза, который возглавляет Банк Канады. Но сразу хочу сказать, что риторика Полоза была исключительно мягкой. То есть, Полоз отметил влияние низких цен на нефть на перспективы экономического роста. Фактически подготовил нас к тому, что первый квартал будет очень слабым. И вот мне понравился комментарий, что из-за торговой войны, которая очень скоро может возобновиться между США и Китаем, лично он не спит по ночам. Это говорит о том, что Канада является, скажем так, регионом, который впитывает вот эти вот риски и сталкивается с ними, поскольку эти риски влияют на США, а США это основной партнер Канады. Я не верю, друзья, в крепкую, сильную канадскую валюту, но снова повторяю, что лично я сейчас канадцем не торгую, потому что у этого инструмента 7 пятниц на неделе. С одной стороны он реагирует на нефть, потом ни с того ни сего переключается на статистику. Кстати, на этой неделе у нас данные по ВВП, по Канаде и данные по индексу потребительских ХЦ. Ну, давайте посмотрим за этой статистикой, хотя я не удивлюсь, если в момент выхода этих данных кто-то из крупных игроков решит, что нефть уже не имеет никакого значения для канадца, и можно сейчас поработать со статистикой. Не залазью я снова в канадца, друзья, если вы торгуете им, как всегда, вам удачи. Я не знаю, что с этой валютной парой будет дальше, да и в принципе, раз у меня нет торговых позиций личных, но меня особо и не интересует. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Как и всегда, увидимся мы завтра на брифинге, но перед этим приглашаю вас снова всех сегодня на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Скорее всего, уже со следующей недели мы несколько подвинем время моего выхода в эфир по вебинару, сделаем его более удобным для вас, потому что понимаешь, что все мы люди зняты, и, соответственно, не всегда есть возможность присоединиться к прямому эфиру в 16.30 времени подходящее. Возможно, подвинем на 7 или даже в 8 часов вечера. В общем, друзья, все для вас. Желаю вам удачи на этой неделе. Как всегда, буду держать вас в курсе. Всего доброго. До свидания.